Здравствуйте! Сегодня я решила сделать первое видео из новой серии, которое, в общем, показалось мне достаточно интересной. Это юридические истории из жизни, скажем, людей, которые живут в разных странах. И эти истории обычно реальные, и их можно найти в судебных решениях или, допустим, в газетах про них пишут. Они любопытные, на них не всегда обращается внимание, но попробуем вот с одной историей начать. Поскольку я сейчас живу в Новой Зеландии уже 4 года, вот, то я, скажем, последние 2 года я вообще вплотную столкнулась с тем, что в Новой Зеландии достаточно большое количество судов. Я юрист, но я не практикую в Новой Зеландии. В Новой Зеландии я совсем другой работой занимаюсь. Но, тем не менее, то, что происходит в жизни новозеландского общества, меня заинтересовало. И я, в общем, изучила всю систему судебную, все суды, какие здесь существуют. И сейчас хочу что сказать. Сделала такой вывод, что на самом деле существует такое мнение, что вот права мигрантов нарушаются, права людей, которые приехали в страну и не знают законов. Но это не так. Во всех странах сейчас происходит абсолютно одинаковая ситуация. Нарушаются права не только мигрантов, но и местных людей. То есть это все, скажем, зависит от разных случаев жизни. Вот буквально на прошлой неделе вот такая газета пришла. Значит, я живу на Ноффшоре, и вот называется Ноффшор Тайм. Это город Окленд, Новая Зеландия. Вот, посмотрите, сидит тут, скажем, портрет новозеландского гражданина, который задумался, смотрит на бумаги, что же у него произошло. Сейчас мы об этом узнаем. Значит, ну, во-первых, зовут его Марк Роус Смит. И вот однажды, он большой любитель регби, вместе с женой, они постоянно ездили на соревнования. И у них был даже такой билет, постоянный, годовой, на соревнования по регби. И вот он собрался с женой съездить на соревнования в такой Эден-парк в Окленде. И на Эден-парк в веб-сайте он, конечно же, проверил, каким образом парковаться около этого парка. С парковкой в Новой Зеландии все не так просто. Есть специальные места с платными парковками, и нужно соблюдать. В общем, он, как порядочный гражданин, зашел, проверил, значит, на какой стороне улицы парковаться. Значит, они приехали, запарковали свою Мазду на этой улице, пошли, посмотрели соревнования, вернулись и не нашли своей машины на месте. Машина была эвакуирована как неправильно припаркованная. Кроме их машины еще было эвакуировано 30 других машин. Почему я хочу сказать, обратила внимание на это количество, потому что, в принципе, это большое количество машин, и кто-то хорошо заработал. В общем, он вызволил свою машину, заплатил за это 111 долларов 50 центов. Затем он зашел опять на веб-сайт, это веб-сайт Охланд Транспорт, опять посмотрел правила парковки, убедился в том, что его машина была запаркована правильно. То есть он ничего не нарушил, и машину вы зря забрали на штрафстоянку. Значит, штрафстоянки здесь в Новой Зеландии частные, они, значит, принадлежат разным компаниям, и компании берут разные абсолютно деньги за то, чтобы вот вернуть машину обратно владельцу. У нас тоже был случай, один раз нашу машину забрали, и нам пришлось заплатить 270 долларов. Вот, там был стерт знак на месте парковки, и абсолютно не видно, что это была какая-то парковка в офисе, и рядом стояла PayMation. Мы, в общем, заплатили PayMation деньги. Вот, потом оказалось, что это какая-то некая хитрость, которая здесь практически везде. И, в общем, машину эвакуировали, мы ее забрали со штрафстоянки. Это, кстати, была парковка на Токапуне. Там необычное место для парковки. И, в общем, больше мы вот именно в такую ситуацию не попадали. Ну что ж, вернемся к нашему Марку. Значит, Марк с женой, они посидели, посвящались и взмутились тем, что их, скажем так, некрасиво манули, и они обратились в суд. Значит, судебная пошлина составила 120 долларов. Они, в общем, заплатили эти 120 долларов. Это некая ироническая ситуация. Вот. И подали они в суд и стали ждать. Значит, статья называется One Year Parking Stoge. То есть, как бы, сражение за парковку в течение одного года. Почему сражение еще продолжается? Потому что в течение одного года суд так и не назначил слушание. По данному, в общем, небольшому делу абсолютно. Судьи здесь, в Новой Зеландии, они любят уходить в отпуск. Они не спешат абсолютно никуда. Ну а что? Солдат спит, служба идет, зарплата идет. Важно. Наслушанник ты, ненаслушанник. Ты, в общем, при должности все в судебной системе. Поэтому можно не спешить. Чем интересен этот случай? Почему он меня заинтересовал? Этот Марк, он гражданин Новой Зеландии. И он 35 лет служил полицией. Он, значит, тяжело работал, как он сам написал. Мы оба там тяжело работали. Они оба уже на пенсии с женой, конечно же. Работали на страну. И, в общем, они очень надеялись, что их права будут защищены. Тем более, что случай, надо сказать, неординарный. Потому что, скажем, не так часто с такого количества машин забирают. Но хочется, на что обратить внимание? На то, что нет никакой абсолютно пока информации, что сделали остальные 30 владельцев машин, которые попали абсолютно в ту же самую ситуацию. Обратились они в суд? Не обратились? Я так понимаю, Марк с женой они обратились пока единственные в суд, для того, чтобы защитить свои права. Вот. И чем интересна статья еще? Она 21 ноября опубликована прям свеженько в этом месяце. Значит, они очень надеялись, что в этом году будет рассмотрение данного случая. Но этого не произошло, и они очень даже уже потеряли надежду, что до Рождества этот случай рассмотрят. Почему они потеряли надежду? Потому что целый год ждали-ждали. До Рождества сейчас осталось, ну, месяц даже. Вот конкретно сегодня уже, наверное, меньше месяца. И, конечно, когда Рождество, жизнь замирает. Кстати, в Новой Зеландии Рождество летом. К этому непросто было привыкнуть. Но, тем не менее, елки и пальмы рядом вместе. Все люди ходят на пляж. И вот такое Рождество. Хорошо, вернемся вот к судебному случаю. Я хочу сказать, я буду наблюдать за этой историей, как она будет развиваться. В Новой Зеландии есть веб-сайты судебные, на которых можно увидеть судебные решения. Здесь огромное количество судов. Есть суд отдельно по environment. Это защита окружающей среды. Суд, который охраняет взаимоотношения между работодателями и сотрудниками, между арендаторами и арендодателями, криминальный суд. В общем, огромное количество судов. Я как-нибудь в видео расскажу всю судебную систему Новой Зеландии. Подготовлю, возьму сюда учебные материалы, чтобы показать. Потому что уверена, что кто-то сюда собирается ехать, в Новой Зеландию, кто-то уже приехал. И, в принципе, тут юристы очень дорогие. И можно до определенного уровня судов заниматься самозащитой. Дело в том, что я юрист. Да, у меня высшее образование. Московский государственный университет. Типлом с отличием. У меня есть практика. То есть я, в общем-то, юрист-международник. Но здесь я не могу практиковать. Чтобы не практиковать именно как юриста, мне нужно год еще проучиться. А у меня совершенно другие дела. То есть я занимаюсь другой работой. И пока я настолько углубиться не хочу. Но в Хайкурте, например, я уже не... Это высший суд. Но это не высший суд. Это есть супремный суд. Это не самый высший суд. Я, например, не могу выступать. Тут нужно нанимать юристов. А юристы здесь берут очень дорого. Это дорогостоящая, скажем, такая профессия. И вы удивитесь, но я приехала из России сюда. И, в общем, здесь есть... Вы знаете, в России такой есть разряд людей. Называется коллектор. Да, вот там, допустим, данный разряд. Это как бы такие полукриминальные какие-то такие юристы. Ну, даже многие, может, и не юристы. Здесь просто процветает, похоже, в роду бизнес. Я сделаю специальное видео как-нибудь про него, потому что это сюрприз. Это удивительная, скажем, находка такая, да, в такой любопытной стране, как Новой Зеландия. Мы... Я так понимаю, здесь страна такая не для бизнеса. Денег здесь мало. Значит, люди сражаются за деньги. Компании, которые здесь давно существуют, они уже по сто лет. И, в общем, довольно давно открыли свой бизнес. Новые компании, которые сюда приходят, им очень сложно войти на рынок. Здесь как бы нет такой открытой политики. Да, везде пишут, что легко здесь открыть бизнес. Ну, в Зеландии. Но на этом все. Дальше нужно тут работать. В общем, есть успешные бизнесы, очень даже хорошие, которые здесь неплохо устроились, работают. В основном это, конечно, в области обслуживания. Здесь очень развит, например, ну, сюда пенсионеры со всего мира приезжают. Ретарьмент дома такие, дома престарелых, где живут люди, их нужно обслуживать. Эти старички ходят в кафе, ходят они в магазины, что-то покупают. Потом здесь большой плац студентов проживает. Они тоже составляют интересную такую прослойку в Новой Зеландии. Да, после получения образования многие студенты отсюда уезжают. Многие в Австралию стремятся. Некоторые, конечно, остаются, работают. Население Новой Зеландии где-то 4,5 миллиона людей. Рынок маленький. Поэтому, а юристов здесь очень много. Знаете, здесь очень много юристов и бухгалтеров. Эти вот две такие специальности, они развиты. Ну, в общем, бухгалтер здесь достаточно легко может найти работу. Здесь постоянно все учатся. Есть бухгалтера, есть буккиперы. Могу как-нибудь рассказать в отдельном видео именно про эту составляющую Новой Зеландии. Кто такие, чем занимаются, что у них тут наиболее интересно. Ну, это опять-таки такие две специальности, которые, в принципе, в России тоже очень развиты. Там, в общем, много бухгалтеров, именно юристов, то есть людей, которые фиксируют некие факты, которые уже произведены другими людьми, бизнесменами. А предпринимателям предпринимателям здесь трудно живется. Ну, в общем, давайте так сделаем вот это видео. Если кому-то интересно, пишите комментарии, да. Я буду надеяться, что я смогу проследить, что произошло дальше с Марком и его женой, смог ли он защитить права, и когда ему назначили слушание в суде. Опять-таки я попробую найти. Значит, это, кстати, Окленд-Дистрикт-Курт. Это районный суд, куда он обратился, да, для того, чтобы назначили слушание. То есть это самая низшая прослойка судов. И, в принципе, есть один момент. В Новой Зеландии нет сроков, в течение которого назначать слушание. Это интересный момент. То есть это абсолютно развязывает руки суде. Они могут назначить когда угодно. Подписывайтесь на мой канал. Давно хотелось это сказать. Смотрите видео. И будет очень много интересных историй, которые мы будем с вами вместе изучать. Пока!